Всем привет! Вы на канале Вкусно Дома и с вами, как всегда, я Ольга Молодцова. На своем канале я выпускаю рецепты блюда, по которым я готовлю зачастую очень много раз. Но иногда попадаются рецепты, которые я ни разу не готовила, но мне очень этого хочется. Сегодня как раз такой рецепт и будем мы готовить с вами гвеч с рисом и овощами. Я такое ни разу не пробовала, но это очень красиво и мне кажется вкусно. Итак, посмотрим с вами сегодня, что же это за блюдо. Для него нам понадобятся следующие продукты. 200 граммов риса, 500 мл кефира, 4 сырых яйца, 1 луковица, помидоры 2 штуки, сладкий болгарский перец 2 штуки, 30 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки подсолнечного масла и по чайной ложке перца и соли. Вообще-то блюдо своими корнями уходит в молдавскую, болгарскую кухню, но в общем, своими словами я бы назвала это запеканкой. Итак, начнем мы с вами с нарезки овощей и первым делом мелко нашинкуем лук. Дальше нам нужно нарезать болгарский перец. И так же, как и лук, мы нарежем его мелкими кубиками. Это очень важно, потому что эти ингредиенты должны быть одинакового размера. Разрезаем мякоть перца на 3-4 части и избавляемся от косточек и середины. Следующим шагом нам нужно промыть рис. Причем сделать это нужно действительно тщательно. Чем лучше вы промойте рис, тем он будет более рассыпчатым. Конечно, рис лучше всего промывать до полностью прозрачной воды. И сейчас эти 3 ингредиента мы будем обжаривать. По рецепту используется для этого только подсолнечное масло, но я предлагаю добавить кусочек сливочного. Мне кажется, так будет точно вкуснее. Растительному сливочному маслу даем растаять и нагреться. Теперь обжариваем лук до полуготовности. Дальше добавляем сырой промытый рис и перец. Добавляем соль и перец по вкусу. Немного это все обжариваем, буквально несколько минут. Итак, основа для нашего блюда уже готова. Я повторю, на всякий случай, рис здесь мы использовали сырой. И вообще, если у вас возникают вопросы, пишите мне комментарии, я на них всегда стараюсь ответить. Ну а нам дальше нужно налезать помидоры. Удалим из помидор сердцевинку и разрежем пополам. Дальше их нарежем пластиками средней толщины. С такими продуктами, как помидоры, всегда приятно работать именно острыми ножами. И мои ножи Самура меня не подводят. Ссылочку на их сайт я оставлю в описании под этим видео. Также там будет промокод с 15% скидкой на всю их фирменную продукцию. Дальше наш гювечь мы будем запекать в духовке. И для этого нам понадобится форма для запекания. Круглая, овальная, квадратная. Это не имеет значения. Главное, чтобы у нее были высокие бортики и все продукты туда вошли. На дно формы выкладываем половину наших нарезанных помидоров. Теперь выкладываем всю нашу основу из риса, перца и лука. Разровняем немного. И сверху выкладываем остальные помидоры. Сверху это все заливаем половиной стакана воды. И отправляем запекаться в духовку на полчаса при температуре 180 градусов. И пока блюдо запекается и у нас есть время, можно приготовить заправку из яиц и кефира. Для этого для начала яйца слегка взобьем венчиком. Не нужно это делать миксером. Нам всего лишь нужно добиться однородности. Поэтому это в принципе можно сделать и вилкой. А теперь добавляем кефир и смешиваем все еще раз. По рецепту эту заправку солить не нужно. Но на мой взгляд, немного добавить соли не будет лишним. Мне кажется, так будет вкуснее. Прошло полчаса и наш бювеч почти готов. Теперь самое время его залить заправкой из яиц и кефира. Готовим его в духовке еще минут 15-20. Самое главное, чтобы верхушка из яиц подрумянилась и полностью пропеклась. Вот такая красота у нас в результате получается. И яично-кефирная заливка получилась очень нежной. Хотя, на мой взгляд, ее многовато. Возможно, хватило бы 400 мл кефира и 3 яйца. Но опять же, если она получилась очень вкусной, почему бы и нет? И так как я ни разу не готовила это блюдо, конечно, мне не терпится его сейчас попробовать. Естественно, блюдо, где есть болгарский перец, благоухает на всю кухню именно этим болгарским перцем. И это очень вкусно. Я его, кстати, люблю. Если вы его тоже любите, это точно блюдо для вас. Итак, давайте попробуем, что же получилось. Да, эта запеканка получилась очень нежной. Корочка из яиц и кефира получилась по-настоящему воздушной. А рис имеет насыщенный и яркий вкус. Мне очень нравится такое блюдо. Если вам тоже понравилось, то ставьте лайк. И если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Ну, а у меня на этом все. Всем приятного аппетита. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok